Образование войск Национальной гвардии России уходит к корням еще в XIX век. А в 2016 году указом президента Владимира Путина эта служба была реформирована. Наше подразделение славное. Мы входим в трое лучших подразделений Московской области. Служба универсальной охраны, она в принципе уникальная и универсальная. Мы не только охраняем законы и правопорядки, но мы также сохраняем имущественную безопасность на территории, которую мы контролируем. В честь Дня Росгвардии в Одинцовском отделении вне ведомственной охраны для кадетов из Краснознаменска провели день открытых дверей. Такие мероприятия стали уже доброй традицией. Каждый год свой профессиональный праздник сотрудники и ветераны службы встречаются с подрастающим поколением. Цель и задача, ну, показать, для чего вообще нужна служба федеральная войска национальной галактики и для чего вообще создавалась медицинская охрана. Заинтересовать молодое поколение, ну и, соответственно, подготовить кадры на будущее. Ребятам рассказали об истории возникновения и развития службы, показали элементы экипировки и вооружения. Вот он выходит из машины, у него автомат. Почему? Вот в таком положении. Рассказывают. Так, тут еще подсумочек должен быть. И там 120 патронов. Далее перешли к практической части, где каждый из кадет мог сам попробовать собрать и разобрать оружие. А также представитель Совета ветеранов Одинцовского отделения службы вне ведомственной охраны Николай Гуляев показал ребятам основные приемы самообороны. Типа, ты чего, мужик, с ума сошел? Не, ну я же это... Вот он уже не выстрелил. Даже если... Если и выстрелит, ну пусть туда стреляет. Видите, я руки убрал. Затвор назад будет ходить, но он будет ходить вне меня. Вот видите, я прихватил. Я ушел к нему. Дальше что делаем? Делаем ему нехорошо. Раз. Два. Среди слушателей были не только мальчишки. Прадед и дедушка Вероники Гастеевой служили родине. Она решила продолжить семейную военную династию и уже год учится в кадетском корпусе. Там она почти единственная девочка, но в ловкости и дисциплине не уступает парням и умеет постоять за себя. Я хорошо оружие разбираю, хорошо строевую подготовку делаю. Скажи, сегодня тебе что больше всего понравилось? Ну, как защищаться самообороны. Кадеты, несмотря на юный возраст, уже носят погоны. И возможность пообщаться со старшими коллегами, перенять их опыт, принесли незабываемые впечатления каждому. Мне приемы понравились, которые мы там показывали. Автомат, когда бронежилет одевали, шлем. Мне больше всего понравилось это общение с ветерановым. Нам интересно рассказали об истории Росгвардии. После этой экскурсии уже начинаю рассматривать варианты призм крут к Росгвардии. В завершение встречи для ребят провели экскурсию по территории отделения и показали служебные автомобили, оснащенные спецсигналами, где каждый смог посидеть на месте водителя и почувствовать себя настоящим Росгвардейцем. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.